Слава Господу! Я не люблю проигрывать. Я не люблю проигрывать в шашки, я не люблю проигрывать в другие игры. Я не люблю играть в футбол в проигрывающей команде. Я не против иногда поддаться, когда я играю с детьми в футбол или с теми, кто заведомо слабее меня. Я не против дать им шансы немножко, знаете, вот как бы дать какую-то слабинку, чтобы они не чувствовали себя совершенно разбитыми, дать им возможность выиграть. Я не люблю уничтожать соперника, но я люблю победу. Мне нравится читать о победе, мне нравится смотреть фильмы о победе. Меня вдохновляют истории о победе, особенно те, где побеждают более слабой. Надеюсь, многие из вас понимают меня. Думаю, что многие мужчины очень любят победу и хотят побеждать и дорожат победой. Думаю, что не только мужчины, но и многие женщины и дети тоже дорожат победой. Я наблюдаю за своими детьми и часто вижу, как они не хотят уступать друг другу. Они любят побеждать, они любят, чтобы вот у них была победа. Я им иногда говорю и учу, уступи другому. Но вот есть такое желание побеждать. Почему же в жизни мы не всегда побеждаем? Почему мы так часто проигрываем битвы, причем важные битвы? Почему так часто я проигрываю самому себе? Почему побеждает моя грубость и моя нечувствительность? Почему я огорчаю тех, кого люблю и кто мне дорог? Почему словами и делами я наношу глубокие раны и непоправимый ущерб тем, кто ждет от меня любви и кого я должен любить? Почему я проигрываю не только самому себе, но иду на поводу других? Почему я иду на поводу мира и проигрываю миру? Почему я иногда обращаю больше внимания на мнение тех, кто не так дорог мне, чтобы своим отношениям иногда унизить тех, кого я люблю? Почему я могу ранить своего ребенка и рявкнуть на него только потому, потому, чтобы мнение обо мне не было плохим в глазах другого человека, который по правде для меня не так важен? Почему муж может допустить себе шуточку о своей жене в присутствии компании других мужиков, которые для него не важны? Почему я так много проигрываю в духовных сражениях? Почему какая-то незначительная и пустая привычка так много имеет силы надо мной? Почему, несмотря на церковные установления и опасность нарушить Божью волю и прямые указания Писания, христианина, так тянет к себе этот желтоватый напиток с дурным вкусом и запахом под названием пиво? Почему так много людей согласны выпить, чтобы потерять разум и совершить много глупостей? Почему я не могу простить? Почему я не могу победить страх? Почему я проигрываю сражение с грехом, с дьяволом, с самим собой? Я надеюсь, что эти вопросы только разогреют тебя и твое желание побеждать. Я надеюсь, что это не мои вопросы, но это и твои вопросы тоже. Бог ждет от нас победы, и Библия призывает нас к победе. Я хочу предложить вам текст. Текст из 2 главы, книги Откровения, 7 стих, заключительный стих послания Иисуса Христа Ефесской Церкви. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Аминь». Я хочу обратить внимание на одно слово, и об этом одном слове мы поговорим в течение всей проповеди. «Побеждающий». «Побеждающий». Я надеюсь, вы заметили это яркое слово в тексте. Это слово «побеждающий». Это слово говорит о победе. Победа может быть в спорте, победа может быть в другом соревновании с другими, иногда победа может быть даже в библейской викторине. Победа может быть в сражении и в бою. Наверное, самая яркая победа – это победа над собой. Библия говорит о победе. Слово Божие призывает нас к победе. Иоанн, кстати, наверное, больше всех авторов Нового Завета употребляет это слово, слово «победа» или «смысл победы». Что он имеет в виду? Знаете, не только Иоанн, и другие тексты говорят, может быть, используя другие слова, говорят о победе и о важности победы. Когда мы думаем о победе, мы должны понимать, что вокруг нас происходит война. Библия говорит о том, что мы реально вовлечены в духовную войну. Давайте обратим внимание на текст, который четко очень говорит об этом. Послание Ефесиным, 6 глава, 10 стиха. «Наконец, братья мои, и укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, слово «брань», наша брань или наша битва, или наши сражения не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира, против правителей мира, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Мы понимаем из этого текста, что есть реальный духовный мир. Этот духовный мир точно так же реален, как страны и материки, которые существуют на нашей планете Земля. Этот реальный духовный мир содержит в себе различные духовные существа. есть Бог, Творец и Владыка всего, существующий в тройной ипостаси. Он существует извечно, Он безначальный, Он вечный, Он не умирающий, Он всегда был. Так вот, есть Бог, Он святой, Он праведный, Он есть любовь, Он есть истина. Есть мир, который привязан к Нему, есть те существа, те личности, которые подчиняются Ему. Это ангелы и весь духовный мир, включающий в себя различную иерархию, различные множества ангельских сил. Интересно, в Ветхом Завете о Боге сказано, что Он Бог Саваоф, то есть Бог воинств, Бог воинств небесных. Есть еще одна часть духовного мира, и в отличие от того мира, где присутствует Бог, или в отличие от Божьей любви, от Божьей святости, от Божьего света, есть силы или личности существа тьмы. Это дьявол или сатана и бесы, ангелы Его, Его служители, те, кто идут за Ним. Итак, есть реальный духовный мир, и этот духовный мир существует в состоянии войны. Хочу вам сказать сразу о том, что война это, по сути, уже выиграна, но проигравшая сторона по-прежнему продолжает огрызаться и противиться тому, чтобы полностью сдать свои позиции. Знаете, в этом тексте, в послании Ефесянам, 6 глава, написано о том, что у христианина, по сути, нет выбора. Когда ты становишься Христовым, ты вовлекаешься в духовную войну. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, другими словами, против злобного духовного мира. С того момента, как ты перестаешь быть врагом Богу и стаешь на сторону Божию, когда каешься в своих грехах, когда начинаешь следовать за Иисусом Христом, ты становишься врагом Сатане, ты автоматически становишься мишенью для Сатаны и всех бесов его. Хочешь ты это признать или нет, но ты находишься в войне. Хочу я с этим согласиться или нет, но я нахожусь в войне. Мы живем на поле боя. Другими словами, линия фронта проходит через нашу жизнь, через наше сердце, через наш разум. Позволь задать тебе вопрос. Сражаешься ли ты? Как сражаешься ты? Я могу помочь тебе с ответом и сказать, что, к сожалению, ты, наверное, не всегда сражаешься. Реальность людей такова, что мы очень часто как будто бы находимся в каком-то забытье, мы иногда не хотим об этом думать, мы надеемся, что линия фронта где-то как-то прогремит и где-то стороной пройдет, где-то бои будут совершать другие люди, где-то кто-то будет побеждать и иметь высокие духовные победы, а мы как-то переспим, мы как-то переждем. Мы не понимаем, что, собственно, такое положение устраивает врага. Он этого ждет. Он жаждет твоей пассивности, он не хочет, чтобы ты сопротивлялся, чтобы ты воевал. Он никак не хочет допустить, чтобы ты даже пытался воевать. Вы знаете, читая и слушая историю о войне, причем не просто о войне, но о большой войне, я знаю, что во время большой и серьезной войны существует такое особое состояние, как военное положение. Так вот, когда есть военное положение в обществе, жизнь людей изменяется, и люди начинают жить по-другому. Так было в СССР, так было в Соединенных Штатах Америки во время последней мировой войны. Все чувствуют тяжесть войны, все общество живет по-другому. Люди начинают как-то дорожить ресурсами, люди не растрачиваются так сильно, все понимают, что нужно помочь для общей победы. Знаете, в какой-то мере я благодарен Богу за нынешнюю ситуацию, потому что эта пандемия напоминает нам, что мы еще не дома, что мы еще в пути. И Христос предупреждал, что нас будут постигать различные скорби, различные страдания. Война продолжается, война не закончилась. Во время войны люди живут по-другому. Во время войны каждый стремится помочь принести победу. Известный американский генерал Двайт Айзенхауэр как-то сказал так «Победу нельзя купить по скидке». По-английски это звучит так «There are no victories at discount prices». Я хочу тебе сегодня напомнить, что мы живем на поле битвы, на поле войны. Не просто какого-то легкого поединка и не просто какой-то местной войны. Это глобальная война. Это война, которая затрагивает не просто наш глобус, не просто нашу землю. Но это война, которая затрагивает всю вселенную. Она захватывает всех поднебесных, все миры под небесами. Твоя жизнь проходит на войне. Но если происходит война, что мы можем сказать о враге? Несколько слов давайте скажем о враге. Что мы можем знать? Каково реальное описание этого врага? Твой враг, кто он? Ну, думаю, что скажу о нем то, что это старый и древний враг. Это сильный враг и очень коварный враг. Несмотря на то, что он старый, не думай, что он слабый. Да, он старый, он древний, он, может быть, даже ветхий, но он не потерял силы, он не стареет, как все люди. И он не слабеет с возрастом. Это духовное существо. Этот враг победил очень многих людей. Этот враг смог все человечество пленить. Каждый появляющийся на свет человек – это пленник дьявола. Я надеюсь, ты понимаешь силу этого врага. Дьявол или сатана действительно хитер и силен, но он действует не один. И это еще хуже. Это еще более худшее состояние для нас или более плохая новость для нас. Он действует в союзе со своими другими союзниками. Ну, во-первых, у него есть множество бесов, которые дают ему отчет о всем, что происходит во многих местах Земли, о многих людях и так далее. У него есть много этих служителей. Дьявол не вездесущий. Он отличается от Бога. Он творение, он не Бог. Поэтому он никогда не равен Богу. Мы никогда не должны думать, что дьявол равен Богу. То есть иногда люди думают о том, что если Бог абсолютно благой, то его соперник враг. Это абсолютная противоположность. Нет. Дьявол — это творение. Он никогда не равен Богу. Он значительно слабее Бога. Но, тем не менее, дьявол силен. И он имеет очень много служителей. И эти служители помогают ему здорово. Но кроме бесов, кроме демонов, которые прислуживают дьяволу, у него есть и другие союзники. Один из этих союзников — это мир. Мир — это, скажем так, система ценностей, которая существует на нашей планете. Структуры власти. Это могут быть структуры общественного мнения. Это могут быть просто какие-то, знаете, вот такие вот понимания человеческие, которые противятся Богу и которые становятся на сторону дьявола. Они, может быть, не думают и не говорят о дьяволе. И дьяволу это выгодно. Но они противятся Богу и не хотят принимать то, что Божье. Ну, например, коммунисты могли говорить о том, да и сегодня говорят в Китае и в других странах атеистического направления, атеистического режима. Они по-прежнему смеются над дьяволом где-то, но они выступают против Бога и разрушают все то, что принадлежит Богу. Поэтому они выступают на стороне дьявола. Ты часто не замечаешь, как ты воспринимаешь идеи и ценности мира. Другой союзник дьявола – это твоя собственная плоть. Я говорю не просто о теле твоем, я говорю о плоти. Плоть – это твоя старая греховная природа. Эта природа продолжает жить с тобой, несмотря на то, что ты избрал Бога или ты даже уверовал в Бога, твоя плоть продолжает оставаться с тобой. Твоя плоть часто выступает предателем, часто избирает грех или сторону греха, или сторону дьявола. Когда ты идешь на поводу своей плоти, ты часто оказываешься в беде. Плоть очень часто приводит к греху, потому что аппетиты плоти ненасытимы. И часто аппетиты в плоти перерастают в похоть. А похоть, как говорит Писание, рождает грех. Сатана и весь его союз, весь этот союз дьявольский, очень сильный враг. Он имел возможность провести миллиарды сражений. Множество сражений он провел, и в большинстве из этих сражений он одержал победу. Он имел возможность наблюдать за очень многими людьми, великими героями, и, может быть, самыми простыми людьми. Он знает множество вариантов ведения боя. Он знает, как реагируют разные люди разного возраста, молодые, старые. Он знает, как люди реагируют. Он это видел, он на опыте убедился. Он страшный и сильный враг. Если ты захочешь сражаться с ним своими собственными силами, ты проиграешь. Его невозможно убить. Его невозможно обхитрить. Он есть само лукавство. Он даже называется лукавый. Он обхитрит кого хочешь. Он иногда даже принимает ангельский вид. Его можно перепутать, даже может быть с дьяволом. И ты, может быть, не всегда видишь или понимаешь, может быть, думаешь иногда, что ничего плохого в чем-то нет. На самом деле, от этого действия или от этого события может тянуть смрадом ада. Это страшный враг. Я хочу сказать сейчас добрую новость. Он побежденный враг. Это действительно страшный враг, но побежденный враг, несмотря на то, что он выиграл миллиарды сражений, он проиграл войну. Он побежден. Мой Господь Иисус победил его, он поразил его, он разбил его могущество. Знаешь ли ты это? Можешь ли ты по-настоящему оценить победу Иисуса Христа, которого он одержал над древним змеем? Иисус не просто победил врага, он еще хочет распространить свою победу на других, он хочет дать свою победу тебе. Знаешь, стратегия врага, она разнообразна, и она часто включает в себя несколько элементов. Ну, например, враг хочет помешать, сатана хочет помешать распространению вести о победе Христа. И он часто закрывает уста верующим людям, он часто как-то, ну, хочет, он так радуется, когда христиане молчат о Господе. Он так радуется, когда христиане не говорят о том, что Господь Иисус спас меня. Он рад этому. Потому что на какое-то время это позволяет ему удерживать во тьме миллионы других людей. Еще одна стратегия врага, он хочет помешать вере во Христа. А даже когда люди услышат, он каким-то образом пытается через других людей, через какие-то события, через происходящее, навеивать сомнения, какие-то страхи, какую-то суету, говорить, ну, не сейчас, не время, а что будет, а вот от тебя отвернутся другие люди, или там еще какие-то вещи. То есть он хочет помешать вере. Он не только хочет закрыть уста верующим людям, он хочет помешать вере других людей. Еще одна стратегия. Он хочет помешать, он хочет ослабить, вернее, верующего во Христа. Ну, ты верующий человек, ты любишь Бога, так вот он хочет помешать тебе, быть действенным, быть сильным, быть побеждающим. Он хочет через страх, через твое неверие, через твой грех и падение, через твою суету и занятость оторвать тебя от осознанного размышления над Словом Божиим, от чтения Писания. Он хочет ослабить тебя. Он хочет сделать тебя слабым, чтобы с тобой было легче воевать. Но при всем этом я хочу сказать, сегодня я хочу провозгласить и заявить во всеуслышание, что ты можешь иметь победу Иисуса Христа. Причем выбор за тобой. Ты можешь иметь победу Иисуса Христа. Посмотрите на замечательный текст. Это один из заключительных стихов 15 главы 1 послания Коринфянам, замечательной главы, где Павел говорит о воскресении. Вот в заключении этой главы он говорит, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». 1 Коринфянам 15, 57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». В момент твоего уверования в Иисуса Христа ты получаешь и Иисусову победу. Ты имеешь полное право на Его победу. Ты можешь пользоваться этой победой и жить в ней. Но точно так же ты можешь отказаться от Христовой победы. К сожалению, нужно признать то, что поражение очень часто наступает при пассивном отношении. Знаете, самое большое поражение может быть тогда, когда ты не хочешь или боишься вступать в сражение с дьяволом и грехом. Есть одна история, которая записана в первой книге Царств, 17 глава, где описывается состояние израильтян, когда их войско еще даже не вступило в сражение. Стояло войско израильтян, стояло войско филистимлян. Они стояли друг напротив друга. В древности был такой обычай, что один единоборец или другой, или ратники, как их иногда называют, или, скажем так, воины из одного стана, из другого стана выходили и воевали друг с другом. Исход этого поединка как будто бы должен был решить судьбу войска. Но, в принципе, не всегда он решал судьбу войска, потому что все равно войско еще продолжало сражение. Так вот, израильтяне находятся на склоне, филистимляне находятся на другом склоне, между ними Голиаф. Филистимский великан, филистимский воин, который выходит и, насмеиваясь над израильтянами, хочет вызвать их на поединок. И они понимают, что надо что-то сделать, и они понимают, что это недопустимо. Они понимают, что надо как-то вот сразиться. Ну куда сражаться с таким человеком? Он великан. На него посмотришь и уже страшно, а тем более подходить близко к нему. Человек имеет 9 футов высоты, 3 метра по-нашему, у него копье громадное, у него размах руки. Он рукой махнет, и даже не успеешь приблизиться к нему, и ничего ему сделать не успеешь. И вот так вот на протяжении долгого времени, больше месяца они стоят и смотрят на этого гиганта, они слышат его насмешки, они уже все в страхе. Даже не вступив в битву, они уже все в страхе, они уже все подавлены. Даже самый высокий из них, царь их, который был выше всех на голову, как говорит Библия, Саул, он в страхе, он в полной потере силы. Как часто ты проигрываешь духовные сражения, даже не вступая в битву? Как часто ты проигрываешь, даже не пытаясь воевать? Есть интересный текст, послание к евреям, 12 глава, 4 стих. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Часто ты сам избираешь поражение, потому что ты сам хочешь воспользоваться приманкой дьявола. Ты знаешь о том, что он силен? Ты знаешь о том, что с грехом нельзя шутить, но в тебе живет мысль, что если ты где-то пофлиртуешь с грехом, то тебе от этого ничего не будет. А что с того, если я выпью всего лишь один стакан алкоголя, одну банку, одну бутылку? Я уже не буду говорить об одном ведре. Что с того, если я посмотрю с вожделением этот фильм или эту страницу интернета? А что если я на эту женщину посмотрю с вожделением? А женщина может подумать, а что если я на этого мужчину посмотрю и пофантазирую, что было бы, если бы вот у нас были бы какие-то отношения? Что если я не сдержу себя и допущу гневное слово? Или обидное какое-то слово в сторону ближнего? И люди думают, что ничего в этом нет, и сами таким образом христиане допускают поражение, и не сами выбирают поражение. Посмотрите, как написано об этом в послании к Римлянам, 6 глава. Апостол Павел говорит это. «Так и вы, почитайте, с 11 стиха, так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудии неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Очень часто, подобно израильтянам, которые на том поле сражения увидели Голиафа еще даже, не вступая в сражение, уже проиграли. Вы знаете, очень многое зависит от твоего менталитета, от твоего умственного настроя. Если у тебя менталитет побежденного, то ты очень часто думаешь о грехе, о дьяволе, о мире, о своих привычках, о своих, может быть, зависимостях. Ты думаешь так, я не справлюсь с этим, я слаб против этого, я не выдержу этого. Каждый, кто так думает, конечно, не одержит победу. В книге притчи 23 глава 7 стих написано, «Потому что каковы мысли в душе его, в смысле в душе человека, таков и он». Если у тебя такие мысли, если у тебя пораженческое настроение, конечно же, ты потерпишь поражение. Но вот появляется Давид в этой ситуации, и посмотрите, у Давида совершенно другое мышление. Он имеет менталитет победителя, а не побежденного. Он маленький, он невысокий, он молодой. Он не имеет такого же опыта сражений, как у Саула или у его воинов. Он не имеет такого опыта, как имеет Голиаф. Но он не имеет еще и страха. И он не боится этого великана, он подходит к нему и говорит, «То ты такой, что ты смеешь смеяться над моим Богом? Я отдам тело твое птицам». «Давид, что ты говоришь? Как это может быть? Ты посмотри на себя, посмотри на него». Но Давид не смотрит на себя. Он говорит, «Бог мой, которому я служу». Давид не поразил Голиафа своей силой. Это была не его сила. Это даже не его ловкость и его меткость. Этим камнем руководил Господь. Он не шел на сражение. Давид не шел на сражение сила против силы. Бог воевал вместе с Давидом. Бог ждал Давида или кого-нибудь, как Давид, который бы без страха с верой выступил против врага. Бог обещал Израилю раньше, об этом можно прочитать в книге Второзакония, что когда они будут с ним, то он будет воевать за них. Вместе с ними. Давид имел менталитет победителя. Для того, чтобы ты сегодня имел такое же отношение, тебе нужно победить свой страх. Тебе нужно иметь большую привязанность к Богу. Ты должен быть абсолютно привязан к Богу и не страшиться больше ничего. Еще один пример победителя от Иосифа. Посмотрите на Иосифа. Самые худшие обстоятельства, которые могут произойти с кем-то, у него это было. Но он избрал не быть побежденным. Сколько раз в истории Иосифа упоминается вот это слово «и Бог был с ним». И подразумевается опять же, и Иосиф тоже был с Богом, и он тоже был соединен с Богом. Вы знаете, мы можем сказать следующее, что в конце жизни, когда, или даже не то, что в конце жизни, но когда Иосиф уже добивается, когда проходит эта череда бедствий одна за другим, которые тянутся много лет, и когда, наконец, он становится премьер-министром Египта, а когда он второй после фараона, и братья его приходят к Иосифу, и Иосиф может победить себя. Почему? Потому что у него было сотни, может быть, тысячи других побед над собой. У него было тысячи других шагов, в которых он одержал победу. Он смог одержать победу над собой и простить братьям. Он простил их еще до того, как они попросили его о прощении. Как часто ты терпишь поражение даже в том, что ты не можешь простить другого. Как часто вот этот другой, на которого ты имеешь зло, кто обидел тебя, кто очень сильно, может быть, оскорбил тебя, и, может быть, ты прав, и, может быть, это действительно произошло, но этот другой человек, он продолжает иметь на тебя контроль. И благодаря тому, что ты его не прощаешь, он держит тебя в твоей, в плену. Ты сам себя держишь в плену непрощения. Тому человеку нормально, тому человеку хорошо, но ты мучаешься, ты страдаешь. Вместо того, чтобы отпустить его, посмотрите, Иосиф, он имел менталитет победителя, он не упал побежденным. Когда мы смотрим на Новый Завет, в Новом Завете я вижу одного очень тоже яркого победителя, это апостол Павел, у него есть тоже очень хороший пример вот такого, он мыслил не как жертва, он мыслил не как побежденный, он мыслил как победитель. Он говорит в послании к филиппийцам, 4 глава, 13 стих, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он не говорит, «Я сам все могу». Он говорит, «Все могу в Иисусе Христе». Мы уже читали этот текст вначале перед служением послания к римлянам, 8 глава, 31 стих, «Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас?» Это тот же апостол Павел говорит, «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нами всего». Посмотрите, 35 стих, «То отлучит нас от любви Божьей, скорби, или теснота, или гонения, или голода, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умышляет нас всякий день, считает нас как овец, считает нас за овец, обреченных на заклане, но все сие, посмотрите, преодолеваем силы возлюбившего нас». Современный русский перевод, 37 стиха, «Но мы одерживаем величайшую победу над всем, благодаря тому, кто полюбил нас». Я не знаю, убедил ли я тебя, но я хочу сказать тебе еще раз, ты можешь избрать путь победы, когда ты сознательно и целеустремленно избираешь путь Иисуса Христа. Ты можешь иметь эту победу, ты можешь жить в этой победе. Я хочу сказать, что эта победа — это не только твои умения. Победа — это не только твоя сила, это не только твои умения. Ты имеешь победу Христа, и это дар Иисуса Христа для тебя, ты можешь пользоваться ей, Христос побеждает в тебе и через тебя. Ты не можешь, Христос может. У тебя нет силы, у Христа есть. Когда ты абсолютно и совершенно продан и предан Христу, ты можешь иметь победу. Несколько слов о победе Христа. Мы читаем в Писании, что Христос победил. Кстати, обратите внимание, что мы изучаем 7 посланий Иисуса Христа Церкви о Малой Азии. Интересно, что написано в каждом из этих 7 посланий. Последние стихи говорят о победе. Говорят о побеждающем и призывают Церковь быть в побеждающих. Посмотрите, 3 глава Откровения, 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, говорит Господь, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Библия конкретно говорит о том, что он победил. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир, говорит Христос». Как выглядит эта победа Христа или каким образом Христос добивается этой победы? Что он сделал для того, чтобы эту победу достичь? В послании Колосиным, 2 глава 14 стиха, апостол Павел пишет. «Истребив учением, то есть это Иисус Христос, Он разрушил своим учением или своим подвигом, Он разрушил, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальств и властей властно, подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Христос победил смерть и ад, Христос победил дьявола и всех его сотрудников». Победа Христа была не в том, что он стрелял молниями в дьявола или поражал его мечом. Победа Христа была в его полном смирении пред Отцом. Победа Христа была в его полном принятии креста. Победа Христа была в его согласии умереть за грешных людей, как представитель людей. Искушение, которое дьявол бросал Иисусу, состояло в том, чтобы Христос пожалел Себя и не умирал. Посмотрите, начиная с самого начала служения Иисуса, искушение в пустыне. После крещения Христос в пустыне проходит через искушение от дьявола. На что основаны эти искушения или на что они иноцельны? Куда целится дьявол? Чтобы Христос пожалел Себя. Чтобы Он подумал о Своей плоти, чтобы Он подумал о Своем естестве, чтобы Он где-то, может быть, подумал о Своей гордости и так далее, и так далее, и так далее. То, что для людей очень серьезное препятствие, Христос справился с этим. Христос победил сатану, и это очень важно, обратите на это внимание, не просто в небесных сферах. Он не просто воевал с ним где-то в каких-то галактиках далеко от нашей планеты Земля, но Христос победил сатану как представитель людей. Он сам имел человеческое тело, и в этом человеческом теле Он победил змея древнего. И в этом смысл его победы. И поэтому Он может дать тебе и мне победу, потому что Он твой и мой представитель. Итак, что мы можем сказать о твоей победе? Хочу сказать, друг дорогой, победа важна для тебя. Ты должен понимать, что победа очень и очень важна для тебя, от этой победы зависит все. Каждое послание из этих семи посланий Церкви Малой Азии, каждое послание Иисуса Христа Церкви говорит о победе. Как тебе победить? Я думаю, что когда мы думаем о Христе, и когда понимаем, что Христос дает нам победу, секрет победы прост, ты должен абсолютно во всем отождествиться со Христом. Что это значит? Ты должен соединиться со Христом. Ты должен иметь Христовы чувства, Христов характер, Христов ум. Ты должен все это иметь, у тебя должно быть новое сердце. Ты должен духом жить и побеждать плоское состояние. В Евангелии от Матфея, 16 глава, Иисус говорит, послушай, пожалуйста, и пойми вот этот текст привязки к этому рассуждению о победе. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 стихи. И тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отрекись от себя или отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Отречение от себя, от своей плоти, от своего я, от своей гордости, от своего превозношения – это первый шаг на пути к победе. Есть очень интересный текст. Я нашел его, и вот в связи с этим текстом, который я прочитал, мне очень удивительно, насколько тонко он подмечает и насколько сильно он говорит об этом. В своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын говорит очень интересную мысль. Послушайте, пожалуйста, это отрывок из этого произведения. И как же? Как же устоять тебе, чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному? Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана? Он говорит о советской тюрьме. Как быть сильнее всего этого? Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе «Жизнь окончена!» Немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель. Сейчас или несколько позже. Но позже будет даже тяжелее, лучше раньше. Имущества у меня больше нет. Близкие умерли для меня, и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня бесполезное чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом дрогнет следствие. Только тот победит, кто от всего отрекся. Друзья, это слова Солженицына, и он говорит об этом, он говорит об этом и приводит вот эту мысль относительно вот того состояния, в котором он сам оказался. Ему самому пришлось это применить на себе. Друзья, христиане, дорогие братья и сестры, я надеюсь, что мы должны понимать, что мы только тогда можем победить, когда мы по-настоящему умираем. Когда мы только по-настоящему умираем для греха, может быть, твои проблемы в жизни, что ты не умер для греха по-настоящему. Может быть, было время, когда ты умер для греха, может быть, было время, когда ты умер для каких-то грехов, но не для всех. Может быть, было время, когда ты умер для греха, но прошло время, и ты воскресил его в своей жизни. Иисус победил тем, что стал, как мы, и в этом состоянии продолжал иметь конкретную связь с Отцом, и продолжал сопротивляться, и продолжал видеть Отца, и продолжал полностью отождествлять себя с Отцом, а не с миром. Этим Он говорил, я и Отец одно. Мы одерживаем победу только тогда, когда соединяемся с Иисусом, когда становимся, как Он, когда в нас начинает проявляться Его жизнь, когда в нас начинает проявляться Его характер, когда в нас начинают проявляться Его слова, Его действия. Послушайте еще один стих книги Откровения, 12 глава, 10-11 стихи. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Иногда нам нужна такая решимость, иногда нам нужно вот такое понимание, что для меня Бог должен быть дороже моей жизни, для меня Иисус должен быть дороже моей жизни, для меня и Иисус, и жизнь с Ним должен быть дороже комфорта, дороже всего, дороже какого-то моего превозношения, дороже положения, дороже того, что люди будут говорить обо мне. Для всех этих вещей я должен умереть, для того, чтобы жить для Бога. Простые истины, друзья, но как часто мы забываем об этом. Я хочу еще сказать одну вещь. Очень важно побеждать, очень важно быть победителем, очень важно иметь настрой победителя, очень важно участвовать в сражении и, собственно, вести борьбу, очень важно умереть для своей старой жизни. И действительно, может быть, перефразирую Солженицына, перед таким христианином дрогнет ад. Хочу сказать еще. Ты можешь проиграть битву, но ты должен выиграть войну. Ты не всегда сможешь выиграть. У тебя будут сражения, когда ты будешь проигрывать. У тебя могут быть поражения в отдельных боях, но ты должен выиграть войну. Давай вернемся к нашему первому стиху, который мы прочитали, книга Откровения, 2 глава, 7 стих. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Обрати внимание на вот это слово «побеждающий». Что тебе говорит это слово? Это очень важное слово. Посмотри на него внимательно. Если посмотреть на него грамматически, это слово представляет из себя «причастие». «Причастие» можно обозначить так, это отглагольное прилагательное. «Побеждающий», другими словами, это тот, который продолжает побеждать. Это «причастие» имеет форму настоящего времени, и оно привязано по смыслу глаголу несовершенного вида, то есть оно имеет незаконченное действие. Другими словами, «побеждающий» – это тот, кто продолжает побеждать. Кто не победил однажды – это победивший. Но «побеждающий» – это тот, кто постоянно продолжает побеждать. Если посмотреть еще на послание другой церкви, в этой же второй главе есть удивительный текст. В Откровении 2 глава, 26 стих, используется другое слово, используется непричастная форма во всех остальных. В шести случаях, в шести посланиях семи церквям используется слово «побеждающий» или «побеждающему», или какая-то форма этого слова. А вот здесь, в 26 стихе, есть другая форма. Используется глагол. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками», говорит Иисус. Посмотрите на вот эту фразу. Этот стих можно использовать в какой-то мере как аргумент против вот такого понимания, что Библия ничего не говорит о том, что спасение, что человек может отказаться, что христианин может отказаться от своего спасения. Вот он, пожалуйста, текст. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца». Обратите, пожалуйста, внимание, это серьезно. Не просто кто победил однажды, не просто кто победил в молодости, не просто кто победил в средние годы, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Слово «побеждающий» в нашем седьмом стихе и в других остальных посланиях семи церквям говорит о том, что действие должно продолжаться. Победа должна продолжаться. Это значит, я должен участвовать в сражении. Это я, значит, должен сражаться. Не просто однажды победивший, постоянно побеждающий. Может быть, ты чувствуешь себя иногда в поражении, может быть, ты проигрываешь какое-то сражение, но, дорогой друг, я хочу тебе сказать, не все потеряное. Пока ты жив, ты можешь выиграть войну, ты можешь продолжать сражаться, продолжать побеждать. Пусть Бог поможет тебе в этом. Пусть Бог поможет тебе участвовать в этой войне. И опять же, участвовать не своей силой, участвовать силой Божьей, твоей силы не хватит, твоего умения не хватит, твоих способностей не хватит. Но тогда, когда ты конкретно привязан к Богу, когда ты соединен с Иисусом Христом, у тебя есть Божья сила, у тебя есть сила Иисуса Христа, ты должен жить в победе. Ты должен жить победой. Возможно, ты капитулировал перед грехом, возможно, ты капитулировал или сдался перед какой-то своей зависимостью, перед постоянным каким-то искушением, перед постоянной слабостью, какой-то, пора тебе подняться с колен перед твоим грехом, пора сменить твой белый флаг капитуляции перед грехом на знамя Иисуса Христа, на победное знамя твоего Господа. Подняв знамя победы Иисуса Христа, знамя Его победы над грехом, продолжай сражаться с грехом, продолжай сражаться с дьяволом, продолжай сражаться с миром и с твоей плотью. Аминь. Пусть Бог даст тебе силу и даст тебе победу в жизни твоей. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы у вас была возможность попросить у Бога силы. Может быть, если ты смотришь на свою жизнь и видишь, что твоя жизнь, она, в общем-то, больше охарактеризована поражением, чем победой. И может быть, у тебя, знаешь, понимаешь, как после какого-то боя или как после какой-то битвы у тебя привкус крови во рту, потому что тебя изрядно побили. Может быть, ты чувствуешь это, может быть, у тебя такое состояние, что ты находишься в состоянии поражения, ты это понимаешь. Попроси Иисуса, чтобы Он очистил тебя, чтобы Он простил тебе те грехи, которые ты совершаешь, продолжаешь совершать. Попроси у Него, чтобы Он помог тебе по-настоящему умереть. Для греха для мира, для себя, для других, но жить для Него, чтобы Он помог тебе по-настоящему полюбить Его и соединиться с Ним и продолжать жить не своими силами, но Его силой. Пусть Бог поможет и благословит. Давайте склонимся, помолимся Богу.